Здравствуйте. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Вы спросите, Сид, ты что, с ума сошел? Нет, я всегда хожу с подушкой и подмышкой. Некоторые из вас ходят так с плюшевым мишкой. Мы делаем что-то интерактивное. Я не знаю, делал ли кто это раньше. Я познакомлю вас с забытым искусством погружения. Я пригласил свою подругу Джулию Тру. Если вы никогда не слышали ее музыку, то вы получите огромное удовольствие. Божье присутствие такое сильное. Я подумал, а что если взять Джулию Тру, которая является новозаветным псалмистом, и Божье присутствие, которое находится в нашей студии все время, кстати, пока мы здесь, и соединить их вместе. Я хочу, чтобы вы взяли подушку, потому что в третьей части программы вы будете погружаться, и мы научим вас погружаться истинно. И, кстати, я не единственный мишуга. Тут на иврите это означает «сумасшедший». У меня здесь целая студия людей мишугана. Не так ли, народ? Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сид Рот и Джулия Тру. Джулия, я хочу сказать вам, что ваша музыка, я так считаю, буквально меняет ДНК людей в их душе, духе и теле. Все больше и больше людей начинают говорить сегодня о таком понятии, как погружение. Но большинство людей никогда не слышали о погружении и о том, что оно на самом деле означает. Может, они слышали этот термин, но не знают, что он обозначает. А скажите, что погружение означает лично для вас? Ну, это время отдыха, это время успокоить свой разум и пробудиться в духе. Это время успокоиться и знать, что он Бог. Вы знаете, во время наших погружений, я не говорю, что мы знаем единственно правильное определение погружения, но в наших комнатах для погружения это время молитвы. Это не время громкого поклонения, это не время молитвы на иных языках или что-то еще. Это время принимать и быть в покое. Вы знаете, это довольно сложно для нас в Америке ничего не делать, а просто быть в покое перед Богом. Перед выходом в эфир мы говорили о Самуиле и о том, как он погружался. Он буквально погружался. Расскажите об этом. Да, я думаю, это то же самое. Это отдых в присутствии Господа. И когда он услышал, что Бог зовет его, он сказал, что ты говоришь? Он сказал, я здесь, я слушаю. И я думаю, что то же самое происходит во время погружения. Это время, когда вы в покое. Вы в покое и можете слышать, как Бог говорит с вами, и вы получаете множество откровений. А когда люди погружаются в вашем центре погружения, что с ними происходит? Какие перемены? Мы слышим множество свидетельств. О том, что у людей стабилизировалось кровяное давление во время прослушивания моей музыки, улучшилось жизненно важные функции и к тому подобное. Я не хочу, чтобы Джулия только рассказывала вам, что произошло с другими людьми. Я хочу, чтобы такое происходило с вами. Джулия, не могли бы вы пройти к инструменту? Я бы хотел, чтобы вы поклонялись Богу, и чтобы то же присутствие, под которым находился Самуил в храме, сошло и на вас. Я верю, что когда вы будете погружаться, вы подготовите свое сердце к получению чего-то особенного от Бога. А в третьей части программы приготовьте подушку, и вы будете всю последнюю часть программы поклоняться Богу. Мы поможем вам погрузиться перед Богом, и вы абсолютно изменитесь. Верьте в это. Итак, Джулия Тру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, что вся суть поклонения В благодарности Будь то поклонение Прославление Или просто погружение В его присутствие И Бог говорил мне «Я живу в вашей хвале Я живу в твоей хвале И присутствую в твоей хвале Он открывает небеса Над вашей жизнью Он делает невозможное возможным И поэтому я считаю, что нам нужно Иметь с ним продолжительные разговоры продолжительное поклонение Ему все время в нашей повседневной жизни. Я согласна с людьми, которых вы упоминали до этого, что мы должны поклоняться Ему и благодарить Его. Вы знаете, я считаю, что поклонение делает вас неотразимым для Бога. Одна из моих любимых вещей — это когда вы поете псалмы Господу. Расскажите нам, как вы это делаете, и наверняка была предыстория к этому. Конечно же. Я люблю брать одно предложение из псалма и петь его снова и снова, соединиться с ним и действительно петь его Богу. Возьмем, к примеру, 102-й псалмом. «Все, что во мне, вся внутренность моя, благослови святое имя Его». «Все, что во мне, вся внутренность моя, благослови святое имя Его». Ух ты! Такое сладкое Божие присутствие. Джулия, пройдите, пожалуйста, к инструменту. А сразу после этих слов я вам кое-что скажу. Это интерактивно. Вы больше не просто домосед или зритель. Будьте готовы сделать шаг вперед и оказаться в центре происходящего. Я имею в виду, это последнее действие, последняя сцена, последней пьесе перед возвращением Мессии. Это время, когда вы изменитесь, вы будете изменены, и после перерыва мы вернемся. И у нас будет старое доброе погружение, может быть, даже такое, какое было в старые времена и у Самуила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Это сверхъестественно! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Доказательство, а именно, что эволюция — это не наука.